Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и по многочисленным заявкам, сегодня мы смотрим на что же способен легендарный Redmi Note 8T, он же Note 8 в большинстве современных игр. Модели уже около года, следовательно все что нужно подлатали, все что надо было оптимизировали, но в теории по сути сейчас парад находится на пике своих возможностей, но так ли все гладко, сейчас мы с вами и постараемся узнать. Ну а если это видео наберет 2000 лайков, я сделаю большое сравнение с аналогичным тестом 2019 года, чтобы понять реально ли что-то изменили или же долгожданную оптимизацию так и не завезли. В общем кто за, ставим лайки и пишем одобряющие комментарии. Ну а начинаем как всегда с 9 асфальта, правда разлочка 60 FPS на данном аппарате ничего не дает и даже на низких смартфоны не всегда упираются в 30-ку, ну а про максималки я вообще молчу, вы сами все видели. В CarX Drift Racing 2 играбельны только на средних настройках, на максималках ситуация получше чем в асфальте, но все же играть очень проблематично, фрезы проскакивают регулярно. А вот Gear Club скорее за счет того, что по факту ставит средние настройки автоматом и не дает их изменить и показывает вполне играбельные значения FPS, так что играется тут без проблем. CSR 2 уперлась в консольную 30-ку и не дает насладиться максимальной плавностью, хотя на геймплей это особо и не влияет. А вот Dead Effect 2 игрушка хоть и не самая ажористая, однако все же дает прикурить нашему герою, и 0-трак спускается ниже 30 FPS, что чувствуется на геймплее, играть можно, но не совсем комфортно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее идет большой пак игр, где более-менее нормально играется только на средне-низких настройках. Например, в Live Auto, In The Dead 2, Bright Memory играть можно, опять же, только на средних. Все, что выше, вводит нас в лютое слайд-шоу. Ни о ком комфорте речь не идет, а про фрезы со статорами я вообще молчу. Ни о ком комфорте речь не идет, а про фрезы со статорами, а про фрезы со статорами, а про фрезы со статорами. А вот Dead by Daylight нормально играется только на низких. Их и то нормальным геймплей называть можно только с натяжкой, так все равно частенько проскакивают фрезы и статоры. Ну и плюс-минус то же самое в Shadowgun Legends, но тут на низких геймплей уже более комфортные. Фрезы крайне редкие гости, а геймплей в целом вполне отзывчивый. А вот на средних FPS хоть и крутится у тридцатки, но вот отзывчивость улетучивается. Субтитры сделал DimaTorzok Pascal играется также адекватно только на средних, они же самые низкие в игре, хотя картинка все равно остается красивой. Да, бывает что-то проскочит, конечно, но на игру это уже не влияет. Outlast Event of Survival порадовала даже на максималках. Да, не упор 60-ку, конечно, но если не смотреть на счетчик FPS, играется вполне комфортно. Ну а лаги и микрофрезы тут крайне редкие гости, но все равно проскакивают. Также порадовал и Battle Prime. На максималках играть можно, хотя для результативности все же советую спуститься к средним. Ну а Warface, опять же, для результативности лучше соскочить вообще к низким. Тогда тотальному нагибу, кроме отсутствия скилла, уже ничего не помешает. Но упора в 60 тут нет. Outstand of Survival и Critical Ops уже на грани идеала и выдает в среднем от 50 до 60 кадров в любых ситуациях на максималках. Так что с этими тайтлами проблем нет от слова совсем. Субтитры сделал DimaTorzok А вот Free Fire не даёт оторваться от 30-ки даже с выключенными ограничениями, но играется в целом терпимо, а при желании можно снизить настройки. А вот в Call of Duty хоть и можно поставить максималки, но делать этого я крайне не рекомендую. Ну разве что разок для любования графонием. Так просадки до 17 FPS будут сносить вам крышу гораздо больше и чаще, чем любые враги. А вот на низких и средних практически везде под 40 FPS. А вот в PUBG на максималках безбубно тут уже не поиграть. И для максимального FPS лучше использовать только низкие настройки. Правда упор будет всё равно в 30 FPS, на средних в 25. А вот сторонними утилитами можно смело ставить и средние настройки. И после разблокировки FPS он будет крутиться около полтинника. А вот на максималках уже болты. Картинка конечно становится отличная, но вот FPS в районе 20 кадров вряд ли кого-то порадует. Так что максимум комфорта будет на средних с отключённым локом FPS. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а Fortnite более-менее скрипя зубами, можно поиграть только на самых низких настройках. Выше лучше не соваться, так рискуете получить нервный срыв. Так вашими тиммейтами станут лаги, фрезы и статоры. Да, они есть и на самых низких, но благо по минимуму. Ну а ВРК также лучше низких, с самым низким разрешением не соваться. В противном случае снова слайд-шоу. Ну а Мортал по традиции фрезы и подлагивает только в фаталити. В бою же всё ок и крутится в районе 50 FPS. PS 2020 на максималках играется в меру комфортно. Правда, далеко от 60 FPS, но без фрезов. Mobile Legends Bang Bang, к сожалению, порезала кадровку на 30-ке. И выше мы уже, ну никак не прыгнем. Зато 30-ка была максимально стабильная, даже в замесах. Так что терпимо. Outline Age порадовала бы, казала себя даже лучше, чем на аппаратах с 865 драконом. Я не шучу, там творится откровенная дичь. Тут же даже на максималках играется вполне норм. Не без мелких фрезов, но всё же неплохо. А вот Black Desert лучше запускать на средних. На максималках, конечно, тоже можно, но поиграть не даст. И будет постоянно скидывать принудительно на средние. И в этой ситуации я всеми руками за. GTA-шка, в принципе, даже с отключенными лимитами, снова уперлась в 30-ку. Но, благо, вела себя получше, чем на новеньком Redmi Note 9 Pro. Так что тут геймплей можно назвать комфортным. Ну и куда же без World of Tanks? Правда, на максималках тут особо не погоняешь. Даже на черепахе. Так, просадки 20 FPS это дело такое. А вот на средних всё вполне норм. Да, может проскочить редкий микролаг при взрывах, например. Но на средних он на геймплей особо не повлияет. Особенно, если взрываетесь уже вы. Что ж, в целом, мне лично кажется, как не было оптимизации под 665-й чип, так, в принципе, она и не появилась. Да и, как показывает практика моих личных тестов и перетестов, к сожалению, каких-то кардинальных улучшений на любом аппарате через год ждать не стоит. Да, иногда оптимизацию всё же завозят, но в большом случае это разработчики игр, а не производители тех или иных устройств. Если подводить черту, то как был Redmi Note 8 не лучшим игровым решением, так он им и остался. Ну а про троттлинг я вообще молчу, и уже через полчаса игры смартфон теряет практически половину своей производительности. Правда, такое наблюдается и на многих других устройствах с злополучным 665-м драконом. Ну а в комментариях под этим видео не забудьте оставить свои предложения, с каким именно смартфоном вы бы хотели увидеть сравнение в ближайшем будущем. И ребят, большущая к вам просьба, если хотите, чтобы я и дальше мог делать подобные тесты, пожалуйста, прокликайте по ссылке на приложение GameBench, ссылка будет в описании под этим роликом, это действительно очень важно. На этом всё, всем спасибо за лайки, подписки и колокольчики, ну и конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok